Кстати, с похожей проблемой столкнулись и жители Шимкента. Наш корреспондент Александра Ким сейчас с нами на связи. Она несколько недель следит за развитием событий вокруг клиники Евромет. Там заведено уголовное дело по статье мошенничества. Александра, добрый вечер. Расскажите, как развиваются события у вас? Добрый вечер. Истории действительно очень похожие, я бы даже сказала идентичные. Ранее полицейские сделали заявление о некой сети клиник в шести городах, работающей по этой же схеме. Так что вполне возможно, что алматинский ЭСМЕД и шимкенский Евромет входят в нее. В Шимкенте эта история приобрела огромные масштабы. Уже более ста человек написали заявление в прокуратуру, и число потерпевших с каждым днем растет. По большей части это пенсионеры и люди небольшого достатка. Они не только сэкономили, но остались должны сотни тысяч деньги. Ведь сотрудники двух банков очень оперативно помогали оформлять кредиты обманутым пациентам. В числе пострадавших и медики, работавшие в центре и не получившие заработанного. Сейчас под стражей до окончания следствия некий учредитель из России, директор шимкентской клиники, гражданин Кыргызстана. Полицейские в интересах следствия пока другой информации не сообщают. Но совершенно очевидно, что и в других городах Казахстана скоро объявятся обманутые пациенты. Спасибо. Александра Ким рассказала нам подробности дела об обманутых пациентах. Продолжение следует...